смотрите в чем с работы ушла в рабочих тапках всем доброе утро иду переодеваться я бы конечно могла машина рядом стояла сегодня машину ставил так вот далековато скажем так не было парковки рядом и поэтому в этих рабочих тапках он мне они мне не подходили для моего образа я сегодня кстати наделал такой кардиган вот а утром прям было 17 градусов кофточки там и вот нашла вот такой он такой легкий кардиган не будет ехать в телефоне ковыряется хотела вообще-то надеть это джинсовку но вот увидела его на море вам покажу разогреваю себе супчик знаете дома такой бедлан с этой вроде как похолодало искала сейчас в этом кардигане в общем я потом пойду уже на пляж старый гулять и в нем будет прохладно искала вот эту кофту вспомнила вот что она у меня есть мне загорелась вот именно ее надеть я все везде перерыла перерыла все шкафы нашла много всякой одежды ну как нашла какой уже уже знаете так всякие вот прям следует летние летние маечки там все это уже прячу да остальное достаю надо вот окна помыть срочно кстати чучи ночью я занесла потому что был такой ураганище просто жесть я думала все улетит все слетит но нет цветы на месте клубника на месте кстати это она такая продавалась уже что-то что кто-то ее поел вот так что видите тут кое-как улетела но ой земля какая-то я потом ночью когда стемнеет вытряхну сейчас чтобы никто не видел в общем да была у нас такая погода не погода но ничего уже все наладилось надо цветочки полить но на море сразу штурм и пока на ноги качкачкачкачкачка вот так что кто переживает по чучу он у меня был дома естественно чуч муч надо мы поесть насыпать что вот так вот перебить переборки переразборки туда-сюда обратно дверь нам закрывать все-таки прохладно не пойму по моему там кошка что ли у меня под машиной чарли как-то гавкать хочет плечо чем я уже отработала сейчас хочу поехать на пляж как съездить под машиной вот кошки залезть под машину и чё давить их не хочется а я не уверена чарли что-то посмотрел под машину сейчас люди пройдут целая толпа идет в общем иду на пляж сейчас прогульнусь гавкает вроде никого не задавился вроде нет в общем отработала потом поеду не знаю наверное балде поеду мне нужно купить у нас завтра праздную не праздник просто с друзьями соберемся давно не собирались поболтаем в общем поедим у мужа подруги у татьяны у него день рождения он как бы не отмечает но и отмечает в общем два в дно и знает мы как всегда собираемся каждый везет что там он пьет ест в общем я хочу сделать фунчозу и вчера замариновала мясо а потом вспомнила себе то я воду купила света с лимоном а у муж тому что я говорю а что ты пить больше пиво пару банок надо заехать за пивом пару банок еще знаете что хотела сделать хотела сделать этот пирог из теста филу вот это вот они такой тонкой тонкой тесто да что там течет но хочется как говорится колется потому что делать время уже около 8 хотя так светло и пока я приеду будет уже поздно мне еще фунчозу делать в общем а потом еще то есть до 12 готовить тоже не хочется а так хотелось его попробовать но на какой-нибудь праздник я его обязательно сделаю так как и завтра же у меня будет это праздник живота на весы завтра вставать не хотя за нас завтра нет на послезавтра на весы не буду вставать чтобы не ну смотрите они вообще не боятся ничего там хозяин идет так и мой чарли идет ему по барабану машина не машина он идет я в прошлый раз иду вот так по своим полям наушники в ушах виду такая никому не мешаю такой перекресток и слышу кто там чарли как всегда у меня не привязан и слышу кто-то сигналит машин сзади не знаю сколько он там сзади меня ехала вот а знаете кому сигналил чарли потому что он уже и шел и мешался под машиной так вот задавят я подумал нафиг от греха подальше привязала чтобы сейчас смеялись с клиентами все же масках я говорю придет время когда снимать маски все покажемся с морщинами старые такие с волосами правда же ведь я например сейчас всех своих клиентов вижу только в масках какими там они станут за год-полтора машина такая большая едет придется мне здесь наверное подождать мой ветроган такой ужасный так что вот так вот у нас и у меня сейчас клиентка была это она учительница и говорит что уже начинают у нас как знаете если есть случаи вируса то у нас не школу закрывают а класс уходит на карантин класс целый вот говорит в той школе у нас одна в нашем городе один класс ушел на карантин потом еще в городе где я живу там пару школ тоже ушли на карантин так вот один случай например в классе а на карантин уходит весь класс мадрид у нас закрыли совсем на карантине весь мадрид представляете а это город как это ну как типа москву сейчас закроют на карантин и все вот они там кто протестовал кто чего протесту не протестуй там у них жесть что творится в общем вот так вот некоторые городов на карантине некоторые нет у нас тут пока все спокойно наш мэрша говорит детишки гуляют так что может быть нас и пронесет знаете без карантина без сил учет я смотрю люди в майках а я в кофте как дурак мне все все холодно все холодно ну чё пойдемте на море посмотрим чарли мама так у меня много карманов поэтому сумку я не беру с собой какая красивая на солнце правда сумку не беру маску надо надеть на всякий пожарный даже не маска а подбородник я всегда это такая знаете как это чтобы штрафы убрать потому что она такая уже никакая в общем ладно пошла я гулять сейчас море вам покажу так вот у нас тут ветра а а а Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите О, что это фигура А, с конфетками, смотрите, как интересно Еще сколько у нас Октябрь, ноябрь, декабрь, три месяца Октябрь, ноябрь, декабрь, юнварь Три месяца, два, не знаю Но уже продаются всякие новогодние штуки Смотрите, туроны Всякие вот это все вкусняшка Ой, вот это, наверное, очень вкусно Это мацапан 275 Какое-то А это имбирное печенье, наверное Ой, это что? Пряники, наверное Взять, наверное, завтра попробуем Наверное, пряники такие Я вот здесь пряники Обычные вот не встречала Написано, что хлеб со специями Попробуем завтра Если это пряники, то будет просто шикардос Если вы хотите узнать, пряники это или нет Знаете, что делать, да? Подписываться на канал Ставить лайки Там все дела Ну, все как у всех Тут вот тоже всякие вкусняшки продаются Ой, ну не про нашу честь, друзья Не про нашу Проходим дальше Проходим, проходим Так я взяла хлеб, пиво Ой, сковородку хватил себе, друзья Сейчас дома покажу Вы офигеете Смотрите, как рыба моя всегда меня ждет Он всегда вот тут вот сядет И смотрит на меня Счастье мое Любовь моя неземная Я уже тут обжариваю На фунчозу На большом огне все это обжаривается Лук, морковка Вот так все крупно порезала Морковка выживая Она прыгает Вот Сейчас добавлю туда еще красный Ой, красный Ну-ка, можно красный У меня желтый перец Вот, тоже, чтобы обжарился Такой, знаете, до полуготовности Чтобы был готовый, но и хрустящий Еще у меня будут баклажаны И кабачки Все это будем обжаривать Уже воду на фунчозу поставила Чтобы ее запарить И, в общем, вот так Вчера я порезала мясо Мясо, мясо, изюка И замариновала в соусе тарияки Трит-триа-триа-триа-триа-триа-триа Трит-триа-триа-триа-триа-триа-триа-триа Почему-то мне напоминает все время эта песня. Три, три. И вот, когда обжарятся овощи, я обжарю еще. Знаете, у меня такое ощущение, что у нас кто-то дома был, потому что пахнет русским духом. Не русским, а каким-то парфюмом мужским, но не моего мужа. Просто очень странно. То ли, может быть, от соседей, но запахи не нашелские. Вот так. Курчозу достаем, чтобы не забыть, чтобы не забыть. И в чем ее заваривать тоже нужно в посуде. И все, работаем. Друзья, работаем. Овощи готовы. Я, в принципе, не так готовлю. Ну, просто сейчас так порция большая, поэтому приходится так. Сковородку взяла побольше. Прям со всем соусом сюда вот так вот пытаюсь выгрести мясо, чтобы оно обжарилось. Так вот обжарить мясо до готовности, скажем так. Мясо поджарилось, добавляю сюда все овощи, которые тушили. И сейчас добавляю все соуса, скажем так. Смотрите, какое вкуснятина. Убавлю немного огонь. Добавляем соус. Кластричный соус добавим. Добавляйся. Вот такая приправа есть китайская. Но она очень острая, поэтому добавлю немного. Я не люблю острую пищу. Перемешаю все. Добавлю немного кипятка, чтобы все это было так вот, как в соусе. Видите, какой уже соус становится. И соевый соус. Не солила ничего, потому что будет соевый соус. Не жалеем. Я еще купила соус. Сейчас, кстати, покажу вам, что я там приобрела. Сейчас можно чуть-чуть добавить огонь. Ой, как уже все вкусно пахнет. Да, блин, столько у меня много всего получилось. Такая бадья. Все, в принципе, готово. Покипело минут полторы, наверное, две. Выключаю и выжимаю туда чеснок. На чеснокодавилки. Чеснок по вкусу. По вкусу. Вот чеснок я здесь люблю. Именно вот такой вот свежий, знаете, чтобы он не был готов. Все перемешиваем. Боже, какой запах. И фунчоза. И наша фунчоза, друзья. Все, нам осталось только перемешать. И все готово. Можно кушать в горячем виде, а можно и в холодном. Мне даже в холодном нравится больше. Все перемешиваем вот так вот аккуратненько. Это фунчоза. Вот написано 5 минут замочить. Я замачивала 4, чтобы она, знаете, такая была как бы полухрустящая. Это очень вкусно. Всем советую. В общем, Балди купила вот такую себе сковородочку. Вок. Она малюсенькая, как раз для меня одной. Но она, знаете, чем еще взяла ее? Она как такой вот, как сотейник, что ли он называется, или что, как маленькая кастрюлька такая, знаете. Глубокая такая, прикольненькая. Маленькая, аккуратненькая. В общем, здорово. Всего стоило что-то 8 евро, по-моему. Поэтому за такую цену почему бы не взять. Вот соевый соус взяла. Потом хлеб взяла вот такой, какой-то непонятный. Такой мягкий. Невкусно пахнет. И вот пряники завтра попробовать. Не знаю. Но выглядят вкусно и выглядят пряниками. Посмотрим. А фунчоза у нас сейчас отправится. Тут посуды на мыло. Смотрите, сколько. Вот отправится. Ну, сейчас, когда остынет в холодильник, блин, пахнет нереально вкусно. Пробуйте. И пишите в комментариях, пробовали. Все, друзья, я пойду смывать красоту. Тут прислала ватсап, я даже не видела. Вот. И встретимся с вами завтра. Все самое лучшее. Всем пока-пока.